Еще вчера полным ходом шла подготовка к финалу 4-й областной олимпиады в правительстве Московской области. А уже сегодня открытие 5-й юбилейной. И вот старшеклассники со всего района вновь начинают готовиться к волнительному отборочному этапу. В этом году в олимпиаде впервые принимают участие 9-ти классники. Испытание поделено на 4 этапа – школьный, муниципальный, зональный и областной. Первый завершится 1 ноября. В лицах, гимназиях и школах выберут лучших учеников, которые примут участие в муниципальном этапе. Он будет состоять из двух заданий – теоретического и творческого. Олимпиадное движение Подмосковья в принципе, в целом, и в частности Олимпиада по избирательному законодательству, призвано увидеть тех ребят, которые хотят знать чуть больше, чем остальные ребята. Увидеть тех ребят, которые хотят не только знать, но и понять тот мир изнутри. А это мы говорим именно о олимпиаде по избирательному законодательству. Она не является определяющей какие-то ваши знания. Она говорит лишь о том, что вы хотите знать, как мир существует изнутри. Руководители педагоги школы Одинцовского района, которые приняли активное участие в проекте от областного избиркома «Школьный референдум», получили почетные грамоты. В этом году в Олимпиаде задействованы более 30 тысяч участников из всех 68 муниципалитетов Московской области. По словам организаторов, вопросы реализации избирательных прав граждан и их участия в выборах живо интересуют молодежь. Региональный этап Олимпиады пройдет 16 марта в концертном зале Дома правительства. Наш Одинцовский район, школьники участвуют с первого дня начала проведения этой Олимпиады. И каждый раз становятся финалистом. Есть лауреаты, ребята, которые в личном первенстве завоевывают призовые места. Поэтому мы надеемся на успешное выступление в этом юбилейном году. После официальной части мероприятия участники Олимпиады прошли отборочное тестирование в классах. Их наставники верят в то, что ребята смогут показать хорошие результаты, дойти до муниципального этапа и даже финала. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.